здравствуйте друзья у нас вопрос который требует немедленного ответа наш зритель артур смотрел в записи курс по тестированию программного обеспечения на русском языке ну мой мой курс который висит и сделал резюме начал рассылаться и у него ничего нет но вот он курс там вот такой прошел собственно опыта работы нет но он энтузиаст у него глаза горят в городе где он живет это было две позиции одну одно интервью он провалил там только начинал волновался на следующем интервью он понравился и вроде даже его хотели брать на что-то затянулось тот сначала заболел начальник потом в отпуск уехал потом еще что-то но и он не дожидаясь начальника начал рассылаться по другим городам по соседним и его в общем активно значит интервьюируют и он уперся в то что с английским ну то есть он читать может он знает много слов как бы дать их словарный запас большой а так вот рассказать поговорить не очень а на всех интервью хотят английский тогда он просто записал на русском сколько-то историй там которые спрашивают перевел их на английский выучил так чтоб отлетала от зубов и тут получилась такая история что в скайпе его интервью интервьюровали соединенных штатов какой-то там из индии человек индус в смысле индус из сша и в общем взял и говорит нормальный язык все туда-сюда и дали ему работу но дальше проблема в том что он должен руководить какими-то индусами в индии получая команда от индусов сша и он как бы очень переживает что не справится это с одной стороны с другой стороны ему там дали только три дня а у него на подходе еще несколько предложений вот тут локально причем может быть даже в собственном городе он там оценил то в девяносто пять процентов там тоже вроде интервью хорошо прошли и так далее как же быть но мы не знаем всех нюансов и мы не знаем как бы самого артура и может что ему ближе там и так далее и если бы вы меня спросили арту но собственно меня и спросил учитывая что глаза у него горят и его за это и взяли я бы на его месте пошел бы с индусом из соединенных штатов и с индусами из индии и поработав там допустим полгодика он бы приноровился понимать английский здесь если он этих начнет понимать что нормальный английский он просто будет как музыку слушать вот поэтому я бы на его месте вот так вот и поступил а если ему предложение поступит из-под из родного города то я объем явно вместе сказал бы ребята я очень признателен но тут меня взяли значит такую компанию я через там полгодика буду намного лучше себя чувствовать давайте мы вернемся к этому разговору я вам сама себе напомню например то есть с точки зрения получения школы я считаю что это правильный путь с точки зрения того что вот как бы поменьше стресса конечно может быть правильнее было бы там подождать вот но я я не считаю что когда ты начинаешь работать и это первая работа по профессии ты должен думать о том чтобы было меньше стресса вот что тебе там что-то страшное тогда иди вперед есть возможность подставить себя под стресс иди в этот стресс ты оттуда выйдешь гораздо более подкованный чем вот на допустим на местном проекте у тебя резюме будет обалденно понимаете обалденное резюме у тебя будут такие вещи там написано что каждый захотит с тобой разговаривать и вот его там интервью или даже на синер позиции но поскольку он такой начинающий ему не давали но он нравился во многих местах вы через полгода синера получится в любом месте где с вами захотят разговаривать на синера арту поэтому я бы советовал вот 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 так поступить но знаете обстоятельства которые я знаю и самое главное даже не в этом а самое главное в том что вы уже прошли такой путь который уже вы уже за за той стороной горы понимаете вы уже там это не важно там вы есть под тем кустом сядете или под этим кустом там будете свой ланчик уж но вы уже вы уже на той стороне вам уже офферы начередовать вы уже вас тут берут там берут поэтому нет не принципиально важно где вы начнете но с точки зрения как бы роста с точки зрения того что вы все-таки не только что искала джа уже какой-то бутылка там набежал надо как можно скорее догонять и получать работу соответствующую возрасту поэтому надо идти туда где стресс надо идти туда где вот то что челлендж у нас называется да и вот вызов такой принять искать я иду туда где сложно и идти туда где сложно а все остальные они с вами вы им только скажите ребята сейчас там на американском проекте работают там аутсорсинг офшор там туда все я ну просто уже как бы обещал я когда проект закончу я вам скажу и как бы я ваш и все вот вот я бы так сделал поздравляем артура молодец и я очень рад что два года назад я этот курс наговорил он до сих пор продолжает кому-то пользу приносить и это очень здорово счастливо